Дорогие друзья! Второй Всероссийский фестиваль православных певческих традиций «Истоки» приветствует вас. Мы предлагаем вашему вниманию богослужения и концерты древних распевов, а также колокольные звоны, мастер-классы, лекции, семинары, круглые столы и многое тупо. Дорогие друзья! Дорогие друзья! В рамках Второго Всероссийского фестиваля православных певческих традиций мы посетили город Екатеринбург. Удивительное дело! Казалось бы, Урал, центр России. Какое может быть тут византийское пение? А вот оно тут есть. Причем не просто есть, а в великолепном исполнении. Звучит оно в стенах Новотихвинского женского монастыря. Мы уже успели помолиться, насладиться их певческим искусством. И с одной стороны, интерес уже был заранее, а с другой стороны, интерес еще больше стал проявляться, потому что хотелось узнать, как все это началось и почему это началось. И вот в этом как раз согласилась нам помочь Матушка Иудив, которой я сейчас задам некоторые вопросы не из любопытства, а именно из интереса, чтобы понять, как в таком замечательном месте, почти в центре России, зазвучало византийское пение. Матушка, правильно я понимаю, что Вы, можно сказать, у истоков возрождения певческого искусства вот здесь, в Новотихвинском монастыре были? Да, я была с самого возрождения монастыря, с 1994 года, то есть 27 лет. И именно мы начинали, именно сразу мы начали, после возрождения монастыря, мы сразу начали заниматься древним пением. И сразу византийским. Портестное пение сестры у нас совсем не пели. Вообще не воспринимали. Да, не пели. Нет, не сразу византийское пение. Византийское пение для нас было недоступным, хотя это всегда была наша мечта. И более доступным для нас оказался знаменный распев, поскольку можно было найти и людей, которые этим занимались. В частности, у нас в консерватории были такие преподаватели, которые изучали знаменный распев. И также и в Московской, и в Петербургской консерватории занимались были такие кафедры. Да, у нас есть известная кафедра древнерусско-пепческое искусство. Она как раз вот на днях праздновала свое столетие. Да, Лозова Ирина Евгеньевна руководит. В Москве или в Санкт-Петербурге? В Петербурге. А в Петербурге, да, Крученина. Да, Крученина. Ну, сейчас там зав. отделением не Крученина. Но в 90-е годы очень многие помнят, как Альбина Некандровна Крученина была таким у нас пропагандистом знаменного пения. Потому что у нас, ну, там, современным языком говоря, был целый бум. Очень многие вот полюбили знаменное пение, услышали его, открыли для себя его уж как что-то вот такое новое и чудесное. Не чудное, а вот именно чудесное, как какую-то вот любовь. И Альбина Некандровна многим в этом отношении как раз помогала в 90-е годы. То есть у вас тоже были свои... Были контакты с ней. Альбина Некандровна, или да, или контакты были... Именно с ней, да. Именно с ней были контакты, да. Здесь у нас были свои преподаватели, а поскольку здесь у нас лишь в библиотеках, в рукописных отделах были лишь старобрядческие рукописи и книги, то нам приходилось ездить вот в Москву, Санкт-Петербург и в частности вот Российская национальная библиотека, рукописный отдел, где мы работали, изучая монастырские рукописи, и лишь там нашли нужные материалы, поскольку также нам требовались тексты, нужны были тексты с... То есть рукописи с новыми текстами, так сказать, не дореформенными, а послереформенными текстами. Те, которые поются сейчас на богослужении. Именно вот эти... Благодаря этим рукописи мы смогли создать полный круг богослужения, чтобы петь здесь у нас, исполнять у нас на службах. То есть все материалы, можно сказать, по знаменному распеву, почерпнули вот из Санкт-Петербургского рукописного отдела. И... А почему не пошло знаменное пение, раз вот вначале... Нет, оно пошло, мы пели знаменным распевом, мы освоили полностью вот полный круг богослужения, и пели по крюкам, но... Даже по крюкам, да? Ну, мечта, да, ну, изначально пели по крюкам, у нас здесь были очень хорошие учителя, которые именно научили нас крюкам здесь, вот в Екатеринбурге. И... Всегда у нас просто мечта была византийское пение, но не было ни специалистов, ни учителей, которые могли бы нам в этом помочь. Поэтому мы, изучая знаменный распев, именно исполняя знаменный распев, все же продолжали вот это вот, держать это направление на византийское пение. Ну, вот у нас было именно желание возрождать, то есть заниматься исполнением не современной греческой традиции, а именно более ранней традиции, именно вот то, что мы считаем расцветом византийского искусства, вот, середины XV века. Ну, это средневековье такое, да. Вот, то есть, поэтому, ну, мы тут немножко не совсем, ну, как бы искали, были в поисках, поэтому все, что мы находили, это были какие-то кусочки, какие-то небольшие фрагменты песнопений или переложенные на ноты, или какие-то расшифровки. То есть полностью у какого-то цельного песнопения или даже цельной службы этого нам найти не удавалось. Вот, но постепенно, поскольку сейчас все в мире развивается, и контакты, и связи, и именно и с музыкантами греческими, поэтому постепенно все-таки нам удалось познакомиться с преподавателями, с знатоками, так сказать, именно византийской традиции. И немножко мой взгляд… Из Греции или нашими отечественными? Из Греции. Из Греции. Да. Вот, и именно от них мы переняли вот, как бы вот эти знания о знаках, невмах, знаниях, да, знаках и песнопениях. И можно сказать, что тем самым мы даже и по знаменному распеву очень углубили свои знания, потому что то, что вот у нас сохранилось знание по знаменному распеву, многие для нас вопросы возникали, и мы на них не могли получить ответы. И только когда стали изучать византийское пение, смогли ответить на многие вопросы, поскольку знаменный распев все-таки произошел из византийского пения. Да, они неразрывно связаны, конечно. Да, они неразрывно связаны. И невмы, греческие, византийские крюки, это, в общем-то, они также имеют прямую связь. Да. Хотя, конечно, они на русской почве изменились, и знаменный распев приобрел свои характерные чувства. Он достался самодостаточным, да. Да, но все же изначально вот многие такие вот особенности знаменного распева именно черпают, можно сказать, свои корни, корни их находятся в византийском пении. И мы это, так сказать, убедились в этом. В какой-то мере это как церковнославянский язык, в общем-то, он-то тоже вытекает из греческой традиции, из греческих молитв, и какие-то молитвы на церковнославянском, там можно увидеть прямо, что это, да, это вот мышление или вот возглас души именно греческого молитвенника, ну, переведенный уже на нашу русскую почву. И также и крюки проистекают из невмы, но, с другой стороны, да, отечественная, как и молитва, так и вот наша запись, ну, условно говоря, нотная запись, это тоже уже имеет какую-то такую свою характерную структуру, да. И в каком году вы вот так вот перешли на византийское пение мышка? Ну, мы перешли постепенно, потому что сразу освоить это было достаточно трудно. Но мы сейчас даже частично и знаменный распев поем, например, поем стихиры. Не всегда можно с листа по-византийски спеть любую стихиру, на простой, например, вседневной службе. Поэтому... И вам легче знаменам спеть, да? Потому что стихиры мы поем знаменам распевы, малым знаменам распевы. Но не все, это вот на будничных службах, а все праздничные службы уже у нас... Их надо просто раскладывать заранее, по невмам, эти стихиры. Поэтому все праздничные службы и воскресные у нас уже готовы. И поете вы, соответственно, по невмам, да? Да, по невмам. А вот какие-то те стихиры, которые нужно прочитать с листа, мы поем знаменным распевом. И часть песнопения еще продолжаем также петь знаменным распевом. Но основа, как бы, постепенно переходим. Переход совершался постепенно. Потому что, как мы осваивали его постепенно и вкрапляли богослужения, вот, таким образом, постепенно замещая, так сказать, византийский... Знаменный распев в византийском. Вот так произошло. Машка, скажите, в основном сестры, которые поют на клиросе, они имеют музыкальное образование? Или есть те, кто с музыкальным, кто без музыкального, сразу воспринял вот знаменный строй, знаменный дух и византийский? Ну, в основном, можно сказать, даже очень мало с музыкальным образованием. Даже так? Да, даже так. Именно с музыкальными способностями, скажем. Ну, да, вот мне вот это интересно. А музыкальный способ... Главное, чтобы у сестры были музыкальные способности. А образование они получают уже здесь, приходя, может быть, даже в какой-то степени образование может и помешать. Да-да-да, я именно в связи с этим-то и вопросы задаю, потому что многие знаменщики, в первую очередь, я с ними соприкасаюсь, говорят о том, что даже очень хорошо, когда музыкального образования нету, классического, потому что это мешает для восприятия. Это не значит, что классическое музыкальное образование – это плохо, да? Ну, да. Но вот его, как сказать, структура, его мышление, оно все-таки настолько разнится с мышлением знаменным, византийским, что порой она певчему мешает. Вот как неудивительно. Вроде бы знание, казалось бы, что плохого, а бывают вот знания, они такую злую шутку, что ли, играют. То есть у вас, получается, сестры даже без музыкального образования, и для них даже, скорее, вот такой путь, знаменный или византийский, это более естественен, да? Ну да, многие сестры даже… То, к чему привыкли многие. Многие даже сестры, которые не очень хорошо знакомы с нотами, но они прекрасно, например, знают руки или прекрасно знают невмы. И им по невмам, и в свое время, когда мы пели по крюкам, легче воспринимать мелодию, чем по нотам. Потому что ноты, они более схематичны, так это уже схема некая. А крюки или невмы – это живая запись мелодии. И поэтому восприятие иное совсем, когда поешь именно по невмам. Вы знаете, мне еще интересно, почему. Потому что я вот неоднократно слышу вот такие отклики на знаменный пень, и уж тем более на византийский невмы, который еще больше для людей кажется чем-то таким странным и непонятным. Говорят, это тот музыкальный пласт, который, ну, скорее, для элиты. То есть это должно быть хорошее музыкальное образование, там, ну, лучше, высшее музыкальное образование. А простой человек, ему это непонятно. И как на слух восприятие, да, и как тем более, как музыкальный пласт, который человек погружается в плане того, что становится певчим. А здесь вы говорите, что вот проблем нет, и даже наоборот. Даже наоборот, да. Вот, например, очень такая проблема, музыканты все знают, транспонирование. Допустим, как вот написано в одной тональности, а музыканту надо спеть в другой тональности. И вот если он истинный музыкант, да еще с абсолютным слухом, бывает очень трудно, потому что он не может воспринимать, если там написано... Да, если видит одни ноты, да, да. А ему говорят, что это... А ему говорят, что это... Да. Он не может это, у него сознание не срабатывает. А человеку, можно сказать, простому, не знающему даже ноты, но знающему и крюки, и ленивмы, это ничего не стоит, потому что звукоряд берут от любой высоты. Главное, чтобы сохранялись соотношения между интервалами. Вот, интересно. Да. Так что, я говорю, сколько раз убеждался, но мне просто интересно. Ну, у меня у самого кое-какое образование музыкальное есть, и я думаю, может быть, я действительно не понимаю, потому что мне казалось, что, и я вот по опыту, то, что я видел, что музыкальное образование тут, ну, совсем ни при чем бывает, потому что, ну, вот у меня в храме также я когда-то сделал клич к прихожанам, причем клич не то, что, а кто пойдет петь на клироса знаменное пение, а просто, а давайте, вот есть такой знаменный пласт, и у нас в храме он стал все более явственно звучать, ну, давайте изучим, просто изучим. И оказалось, что люди совершенно без музыкального образования вполне могли его изучить, если уж мешало, то какая-нибудь там закомплексованность, может быть, стеснительность, ну, это духовные или там душевные проблемы такого, духовного или психологического характера, но никак не отсутствие образования. Вот для многих вот это непонятно, ну, может быть, для многих непонятно, как церковно-славянский язык. Вот в свое время, когда меня спрашивали, на каком языке молиться, ну, почему бы не молиться на русском, мне было сложно объяснить, потому что мне нравится церковно-славянский язык. Для меня он, ну, более естественный. Я не говорю, что русский плохой язык, я на нем разговариваю, и тоже могу помолиться там где-нибудь в келейной молитве, но он более подходящий. И если ты попробуешь, вот когда человек открывает молитвослов, да еще церковно-славянским шрифтом, кажется, вообще темный лес, это ужас какой-то. А потом, если впитывает, оказывается, это очень просто, даже если ты не учился в какой-то семинарии, и тебе не преподавали азы церковно-славянского языка. Это все возможно. Вот так же со знаменным пением, и вот здесь я только предполагаю, потому что я с нем, по сути, знаком мало, я думаю, точно так же, и невмы при желании, и просто при небольшом желании, и, как вы сказали, действительно, имение музыкальных навыков, это ничего, сложности никакой не предоставляет, да? Да. И византийское пение в монастыре вот так вот уже, ну, скажем так, доминирует уже сколько времени, Машка? По времени, да? Ну, больше 20 лет, я так понимаю, да? Нет, знаменный распев мы поем с самого начала, это вот как 27 с половиной лет, а византийское пение, может быть, так вот более, именно вот серьезно начали изучать примерно 12 лет назад, именно серьезно, но петь мы стали вкраплять, как я сказала, да? Поэтому мне сказать, что доминирует, доминирует, может быть, лет 5 или 6, ну, даже боюсь называть какие-то даты, потому что просто не следила за этим. Вот, как вот начали... И правильно, я понимаю, что вот именно в связи с тем, что нашелся или нашлись педагоги, которые могли вот как-то компетентно обучать ваш клирс, да? Ну, да, смогли, да. А вы как-то ездите на консультации или к вам приезжают? Ну, сначала было время еще, давно, это уже говорю, вот где-то в районе 10-12 лет к нам приезжали в гости преподаватели, вот, а... то есть первоначально все равно встречи такие были воочию, вот. А потом просто продолжали заниматься сейчас, давно уже развиты системы интернета, вот, поэтому уже по интернету занимались. А, то есть дистанционно? Дистанционно, да. Ну, вот, поете вы действительно, вот, и мне еще приходилось в начале 90-х годов быть в Греции, меня тогда еще поразил вот этот греческий напев, я вот, и если уж говорить о греческой певческой культуре, я с ней познакомился раньше, чем со знаменным пением, пожалуй, так. Вот, и это было очень интересно, но это, скорее так, для меня звучало несколько экзотично. Но потом я уже со временем там все больше и больше слышал и от греческих певчих, и прото-псалмов, и вот то, что я слышал на службе, у вас, ну, вот, настолько потрясающе звучит, что ощущение, будто ты находишься совсем не на Урале, не в заснеженном монастыре, а где-то действительно в Греции, потому что вот само даже интонирование, там же такой строй уже получается, ну, в какой-то мере-то он нетемперированный. Нетемперированный. Да, ну, вот, и вот этот нетемперированный строй, вы, вот, настолько впет он у вас, что он естественен, потому что даже музыканту, который эти 12 хроматических, друг за другом построенных по полутонам там звуков, он уже больше никуда не может деться, ему уже что-то другое, ему просто тяжело, психологически даже тяжело воспроизвести, а у вас это настолько естественно на клиросе звучит, что я был просто поражен. А сколько на клиросе у вас поет сестер? Сестер? Ну, у нас, дело в том, что такая особенность монастыря, у нас несколько храмов, и в нескольких храмах одновременно проходит богослужение, поэтому у нас никогда хор вместе практически, кроме праздника Тихвинской иконы Божьей Матери, нашего главного праздника монастыря, хор в целом вместе не собирается, а всегда делится. Есть еще ранние литургии, поздние литургии, и вот есть подворье, на подворье два храма. Ну, у вас же где-то больше ста сестер, да? Вообще в монастыре в целом. Поэтому у нас даже трудно сказать, сколько всего певчих, потому что, например, в один момент на богослужении, вот, например, здесь, в Зеленой Рощи, на исторической территории, у нас мы поем хор, например, на два лика. В каждом лике, ну, человек по пять, по шесть. Вот так, это такой хор. Это праздничное богослужение. Воскресное, допустим. Ну, вы сегодня были, да, на литургии? Вот. Там был хор, поскольку еще есть ранняя литургия, то было поменьше. Там около десяти, по-моему. Да, было около десяти, потому что ранние еще, часть на ранней поет литургии. Я вот на ранней как раз была. Вот. А так еще, там у нас на подворье, допустим, тоже там порядка, допустим, двадцати певчих. То есть, ну, всего, может быть, порядка сорока певчих. Но они вот так вот делятся. Но начинали мы, конечно, не с такого количества. Начинали мы с трех певчих. И все это давалось очень тяжело. Я это все как бы прошла. Начинать обычно тяжело. Да. Да. Тот, кто протаптывает дорожку, да, он встречается и с сорняками, и с прочими там какими-то такими искушениями на своем пути. Да, идти за кем-то уже гораздо легче. Это естественно. Машка, я бы хотел пожелать вот всему и вашему монастырю, и вашему клирусу, да и вам лично, вот дальнейших таких духовных успехов, дальнейших возрастаний, потому что, ну, это все трепетно, ну, мы же с вами люди верующие, нам это интересно не просто воспроизвести, или, не знаю, там, реанимировать, как что-то, которое когда-то диковинно звучало, но именно оно реально сейчас. То есть была живая традиция. Да, что это живая традиция, которая вот мы ее, мы ей напитались, и можем ей дышать. Вот это очень важно, и я очень рад и за вас, потому что я говорю, я опытным путем убедился, что она у вас есть такая потрясающая живая традиция. И я, еще раз говорю, я благодарю вас всех, и Матушку Игуменю, которая вот это все поддерживает, ну, и духовника монастыря, и всех певчих, потому что, ну, вот с такой молитвой, это, конечно, мое личное мнение, но вот с такой молитвой действительно забываешь, может быть, о каких-то ненужных искушениях, а какие-то, какие искушения нужно преодолеть, ты их можешь преодолеть. Вот с такой именно молитвой. Поэтому держите, берегите, что у вас есть. Мы, в конце концов, вот эту идею фестиваля православных певческих традиций, мы именно для этого, в общем-то, стали реализовывать. У нас нет претензий на какое-то обязательно научное изыскание, хотя это не значит, что мы не можем этими изысканиями интересоваться. Но самое главное, это вот именно живая современная традиция, которая основана вот на наших истоках. Ну, я напоминаю, что у нас была беседа с матушкой Юдифью в рамках второго всероссийского фестиваля православных певческих традиций истоки, который проходит при поддержке фонда президентских грантов. Спасибо, Богу Матушу. Спасибо.